Добрый день, дорогие друзья. В прямом эфире программа «Якутск. Сегодня» мы одновременно выходим и на радио, и на телевидении. В студии режиссёры Мария Новгородова Николай Слепцов-Айдын, у микрофона Любовь Петрова. Друзья, с 23 по 26 сентября в городе Якутске в Государственном театре оперы и балета имени Дмитрия Кононовича Сивцила-Сорун-Омоллона пройдут гастроли Ульяновского драматического театра имени Ивана Гончарова. И сегодня у нас в студии заместитель директора театра Ярослав Андронов. Здравствуйте, Ярослав Владимирович. Здравствуйте, добрый день. И актриса театра Дарья Долматова. Здравствуйте, Дарья Владимировна. Здравствуйте. Дорогие друзья, мы в прямом эфире. Наши телефоны 32 00 66, 32 11 66. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте интересующие вас вопросы нашим гостям. Начнем с того, что гастроли Ульяновского драматического театра – это обменные гастроли по федеральной программе. Потому что я знаю, что и наш, артисты нашего театра, Государственного театра оперы и балета, на днях буквально приехали из гастроли именно с Ульяновска. Да, совершенно верно. Это вообще замечательная программа, которая возникла благодаря Министерству культуры Российской Федерации. И вот в этом году это проходит через компанию «Росконцерт». И огромная благодарность этим двум замечательным институциям, благодаря которой театры в России, в нашей великой стране, великой и по мощи, великой и по своей географии, по расстояниям, да, мы можем гастролировать и обмениваться, и видеть спектакли и театры друг друга. Да, совершенно верно. Наш театр, театр Гончарова, за последние 10 лет был по такой подобной программе на обменных гастролях в Володикавказе, в Петербурге. И вот послезавтра, 23 сентября, мы начинаем обменные гастроли в рамках этой большой федеральной программы у вас в Якутске. Это замечательно. Ну вы, кстати, наверное, успели, да, посмотреть спектакли нашего театра? Да, мы успели посмотреть, прикоснуться к этому, потому что это совершенно особый отдельный вид искусства, потому что мы привыкли видеть драматические спектакли и драматических актеров, а театр оперы и балета — это совершенно другая эстетика, совершенно другая дисциплина. И совершенно точно скажу и не ошибусь, что спектакли якутского театра оперы и балета произвели в городе Ульяновске эффекты разорвавшейся бомбы. То есть те спектакли, которые мы увидели, те балеты — это «12 стульев», это «Лебединое озеро», это «Калейдоскоп иллюзий». Ну это нечто невероятное, что город Ульяновск и область не видела очень давно. И нужно заметить то, что среди зрителей нашего театра, которые были на гастрольных спектаклях вашего театра оперы и балета, были не только ульяновцы из Ульяновской области, были гости из Самары, это близлежащие наши города, из Самары, из Казани, из Тольятти, которые увидели рекламу и специально приехали посмотреть на якутский театр оперы и балета. Это здорово. Спасибо огромное вашему театру, вашему городу. И в целом, еще раз повторюсь, Министерству культуры Российской Федерации и Росконцерту за такую замечательную возможность видеть такие прекрасные вещи, которые просто так не увидишь. А это живьем, это прекрасно. Ну и вас особенно поразило, что в этих спектаклях? Во-первых, это костюмы. Во-вторых, это декорации. И третье, это когда завершающим спектаклем у нас на гастролях был спектакль «Калейдоскоп иллюзий», и зрители вошли в зрительный зал и увидели в оркестровой яме настраивающийся настоящий оркестр. Но такого мы не видели, правда, с советских времен. То есть раньше, когда были советские гастроли, приезжали театр оперы и балета из Саратова, очень часто гастролировал у нас оперный театр, вот тогда еще то поколение помнит, а этого не было очень давно, и когда это все с оркестром, это здорово. И первый спектакль, первый балет, которым открывались гастроли, «12 стульев», это тоже нечто, ну что ли, неповторимое, обворожительно завораживающее, потому что слышать музыку Гладкова, которую мы привыкли слышать в фильме, и мы привыкли это видеть в определенном градусе и угле, здесь все это в балетном исполнении. И что самое главное, что зрители выходили и говорили, что насколько все узнаваемы эти герои, и главные герои, и женская линия, ну это здорово, очень здорово, спасибо огромное. Можно я еще прямо чуть-чуть дополню, да? Я слышала такой отзыв, и причем не от одного человека, да, что очень отметилось, вот если ребята нас видят, мне кажется, им будет приятно, я слышала такие слова, они, говорит, необыкновенно легкие, но это, наверное, говорит, я так предполагаю, да, о действительно балетном мастерстве, потому что действительно очень качественного балета, но мы не видим в силу того, что, ну, как-то не случается. У нас, допустим, вот в городе нет музыкального театра как такового, и то, что вот это все случилось, и мы имели возможность к этому прикоснуться, ну это правда здорово. То есть действительно, ну, я сразу сказала, я говорю, друзья, я говорю, ну это же республиканский театр, там совершенно другой статус, там совершенно другой уровень, и все это случилось. Но нужно заметить, да, в сторону, так скажем, кивая и отдавая поклоны, благодарности, а это правда, якутской стороне заявку на эти обменные гастроли и как бы первую весточку мы получили от Якутского театра оперы и балета. И уже эта вся история в 2019, в 2020, в начале 2020 года закружилась и вот превратилась в то, что вы были у нас, а мы начинаем послезавтра у вас свою гастроль. Ну давайте теперь поговорим о спектаклях, да, какие спектакли вы привезли, что увидит якутский зритель, какие спектакли Ульяновского драматического театра имени Гончарова. Якутские зрители увидят лучшие и знаковые спектакли Ульяновского драматического театра, их будет четыре, и нам очень радостно и, так скажем, спокойно за эти четыре спектакли, потому что на эти названия четыре мы выбирали совместно с руководством Якутского театра оперы и балета Сергей Сергеевич Юнганс несколько раз приезжал к нам в Ульяновск с визитами рабочими, и мы проводили вот такие рабочие встречи по отбору репертуара, именно что будет удобно к показу с нашей стороны и удобно к просмотру и интересно для якутского зрителя. Мы привезли четыре спектакля, это музыкальная комедия «Кадриль». Начинается гастроль «Скадриль». Да, начинается гастроль «Скадриль», и это очень интересный спектакль по пьесе Владимира Гуркина. Я абсолютно уверен, что этого автора знают все, потому что Владимир Гуркин — это автор пьесы, по которому снят замечательный фильм «Любовь и голуби». Культовый фильм. Культовый фильм «Любовь и голуби», который разлетелся и на цитаты, которые повторяет вообще не только вся Россия, но и весь мир. И вот спектакль «Кадриль», которым мы 23-го открываем, это не продолжение «Любовь и голуби», это параллельная история двух семей, которые из севера, из Сибири. Ну да. Да, почему я к Дарье обращаюсь? Да, почему я к Дарье обращаюсь, потому что Дарья играет там одну из главных женских ролей. Вообще Даша занята в трех спектаклях, которые мы привезли из четырех. Это одно из поводов, почему Даша сегодня здесь в студии. Да, есть еще один. Да, еще один повод с Дарьей Долматовой встретиться здесь в студии, потому что Даша, она наша землячка, она 14 лет прожила здесь в Якутске, и все детство у нее прошло здесь, именно в городе Якутске. Училась в 26-й школе и... В 21-й. В 21-й школе. Прямо вся из себя школьница сейчас, да, сразу. И вообще это здорово, потому что когда мы тоже узнали, что гастроли в Якутске, Даша говорит, да я же жила там. И это было одно из поводов, почему есть несколько спектаклей, даже большинство, с Дарьиной участием. Потому что, ну, это здорово, да. Так вот, возвращаемся к спектаклям. Открываемся мы кадрилью, и это очень интересная история. И в этом спектакле, помимо колорита, такого русского, северного, да, забайкальского, есть еще замечательные песни, которые живьем, вживую, на протяжении всего спектакля поют артисты. Да, и залу будет очень приятно, комфортно находиться и смотреть эту историю. Да, замечательная история, которая будет открывать наши гастроли. Ну, там будут другие герои, да, чем в «Любовь и голубей». Другие, да, совершенно другие. То есть это, вот я еще раз повторюсь, это один и тот же автор, но совершенно разные истории. Но пропитано это все именно вот тем колоритом. Совершенно верно, да. И даже некоторые части декораций, что-то в них схожее есть, да, вот тоже, это как бы такая же деревянная половица есть. С голубями? Ну, наверное, да, что-то есть. Да, что-то есть. Следующий спектакль, который будет представлен на суд якутскому зрителю, это спектакль по пьесе, по произведению, прошу прощения, Николая Михайловича Карамзина. Николай Михайлович Карамзин, наш земляк, симбирянин, историограф, писатель, философ. У него есть очень много трудов, и он известен на весь мир. Спектакль, который называется «Бедная Лиза». Есть такое произведение у Николая Михайловича Карамзина. Очень известная. Да, спасибо, совершенно верно. Режиссер этого спектакля, Сергей Анатольевич Морозов, попытался сделать... Вот, Даш, ты точнее расскажешь. Вот как это у вас получилось, потому что вы, я, насколько знаю и помню, определенное время назад, вы практически сами принимали участие даже вот, ну, как-то вот в делании, в создании этого спектакля. Вот как получалось? Мне кажется, задача режиссера, который поставил перед собой Сергей Анатольевич Морозов, и мне кажется, это случилось, это ему удалось, и нам всем это удалось, превратить вот это вот достаточно старое, архаичное произведение из пыльной книжно-программной там книжки, да, превратить все это в очень живую, понятную историю, понятную сегодняшнему зрителю, понятную сегодняшним молодым людям, парням, девушкам, да. И она, мне кажется, рассказывает очень поэтично об вот этой трагической в результате, да, любви, о любви с трагическим финалом, да, к которому они пришли, там, в силу своей незрелости и так далее. Но мне кажется, что наш спектакль, он все-таки вот говорит на языке сегодняшнего дня, несмотря на то, что, да, мы рассказываем историю, там, 19 век, сентиментальная проза, все такое маленечко, да, как-то поросло мхом и пылью покрылось. Но мы его любим, этот спектакль, потому что он про любовь, он... У меня какое-то вот ощущение, когда я его играю, да, что это какое-то кружево, причем это самые премьеры, и настолько оно какое-то очень тонкое, что мне всегда какая-то у меня боязнь, моя внутренняя, может быть, актерская, да, я уже так маленько с актерской точки зрения рассуждаю, мне все время... Я все время боюсь упустить его сквозь пальцы, вот такое ощущение. Очень такой вот он какой-то тонкий, достаточно в хорошем смысле этого слова зыбкий и очень атмосферный. Там действительно очень много русских народных песен, какого-то русского народного колорита, замечательная работа художника по костюмам, очень такая лаконичная, простая, на первый взгляд, но достаточно смысловая декорация. То есть мы его любим, спектакль играется давно, мы им дорожим и с удовольствием представим его на суд якутской публике. Да, а если по, ну, так скажем, по внешней конве зритель услышит то, и увидит, что современные люди приходят в пространство и потом в процессе спектакля оказываются в том времени. Я вынуждена прерваться, у нас сейчас будет, мы прервемся на рекламу и через две минуты мы вернемся в студию и продолжим наш разговор. Дорогие друзья, мы продолжаем наш прямой эфир в программе «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на радио, и на телевидении. И сегодня у нас в гостях в Якутск на гастроли приехал Ульяновский драматический театр имени Ивана Гончарова. И сегодня у нас в гостях заместитель директора Ульяновского драматического театра имени Гончарова Ярослав Андронов и актриса театра Дарья Долматова. Друзья, мы в прямом эфире. Наши телефоны 32-00-66, 32-11-66. Пожалуйста, звоните, задавайте интересующие вас вопросы гостям студии. Мы продолжим наш разговор о спектаклях. Следующий спектакль. Это вот будет 23-го, выходит кадриль. Кадриль. Начало каждого спектакля в 18.30. 24-го, «Бедная Лиза». «Бедная Лиза». Передвигаемся плавно в 25-е число. Это выходной день, суббота. Можно прийти с семьёй, с супругом и с супругой. Как угодно. И приятно провести вечер в компании с ульянским драмтеатром. Спектакль называется «Любовный квадрат». Это очень ироническая комедия замечательного армянского автора Корене Хадикян. И что замечательно, мы знаем и лично знакомы с Корене. Мы много раз были в Армении, в Ереване и знакомились с ней. Она бывала на наших спектаклях и была на этом спектакле. Это совершенно замечательная женщина. Она умудряется в себе многое соединять. Она общественные деятели, политические деятели. Одно время даже она была спичрайтером президента Армении. Но и Корене пишет пьесы. И эту пьесу тоже поставил армянский режиссёр, председатель армянского национального отделения Союза театральных деятелей России. Потому что это одно до сих пор общество окоп казанчан. Нам тоже этот спектакль очень дорог. И знаете, мы беседовали. Дарья тоже занята в этом спектакле и играет одну из женских ролей. Потому что любовный квадрат это всё математически верно. Про квадрат, потому что это один мужчина и три женщины. И вы знаете, про этот спектакль в общем нам кажется, что режиссёру удалось и в этом спектакле получилось сделать эту историю, которая про мужчину и про трёх женщин. Но не примитивно, не утилитарно, не даже можно как-то с какими-то пошлостями и какими-то не очень адекватными моментами, которые можно себе представить, исходя из названия. Здесь этого совершенно нет. То есть вот как так получилось, Даша? Потому что репетиции были тоже очень интересными. И режиссёр много чего придумывал. И вы даже предлагали что-то и тоже вместе делали. Мне кажется, что залогом, скажем так, успеха этого спектакля является, конечно же, Карине Хадикян, драматург. Замечательная женщина в каком отношении? Дело в том, что я играю у неё не только в «Любовном квадрате», скажем так, в спектакле по её пьесе. Которую мы привезли. Да, которую мы привезли. У меня, скажем так, в моей творческой копилке уже был ещё один спектакль тоже по её произведению. И я могу сказать, что она является очень тонким знатоком какой-то очень женской психологии. То есть вот те переживания, переживания тех женщин, про которых она пишет, их какая-то там, я не знаю, та острая ситуация, в которой они оказываются и так далее, и так далее. Это всё очень понятно. Это всё очень понятно. Мне кажется, 98% всех женщин на Земле. То есть такой маленечко архетипический какие-то у неё вот эти вот пьесы, да. И у меня вот с Кариной, например, была прекрасная история. Мне это очень приятно и лестно, когда она мне сказала по итогам просмотра спектакля, говорит, Даша, вот вы говорите прям вот с той интонацией, с которой я писала. А я вот ей на это сказала, вы знаете, наверное, это происходит потому, что это очень понятно, то, что вы пишете. И я понимаю, что движет героиней, допустим, да, в том или ином её жизненном периоде. То есть это вот, ну, спасибо Корине, она мастерица. И мне кажется, вот он интересен прежде всего женщинам, наверное, этот спектакль. Хотя и мужчины находят там какие-то для себя, скажем так, эмоциональные манхи. Нет, ну, приятно посмотреть, когда вокруг мужчины, вокруг тебя вьются три женщины, да, и борются там. За тебя любимого. Да, за тебя, но тоже по-особому, да, то есть потому что там все три женщины, они разные, но одна из... Но объединяет их одно, они любят одного и того же мужчину. Да, но они все очень высокообразованные. То есть первая, да, супруга, которая вот, да, изначальная супруга, в общем, они все с высшим образованием. Да, и связаны с искусством. Ты по профессии, у тебя... Я защищаю диссертацию. Защищаю диссертацию по искусствоведению. По искусствоведению, да. Вторая женщина тоже, в общем, там тоже не расскажешь. То есть, в принципе, наверное, о чём свидетельствует? Это там, что в любовный квадрат могут попасть все, независимо от аксессуального статуса. И образование. Да, и образование. То есть это очень высокоинтеллектуально, и такая ироничная, и что самое главное, что, так скажем, в доверии и в достоверность этого спектакля, в доверии к зрителю, это очень интеллектуальная и умная комедия, ироническая. То есть там ничего такого нету, ни в коем случае вообще ниже, пояса, да. То есть, а главный герой вообще пишет пьесу в итоге, понимаете, сидит на печатной машинке и пишет, потому что вот это нужно запечатлеть, то, что происходит. С собой главный роль. С собой главный роль, конечно, да. И вот, и почему ещё выбор пал именно на этот спектакль, который в когорте тех четырёх, которые мы привезли в этот приезд к вам. С этим спектаклем мы были на многих гастролях, и этот спектакль проехал многие зарубежные города. Мы были в Копенгагене, в Дании с этим спектаклем. Мы были в гастрольном туре по Израилю с этим спектаклем. Естественно, мы были на двух фестивалях в Армении с этим спектаклем. И вот в этом году, сегодня, привезли его в Якутск. То есть мы надеемся на то, что раз уж он понятен, как говорится, такому огромному многонациональному зрителю, ну просто вот действительно много мы его провезли, хочется надеяться, что и якутский зритель будет, ну, рад. Да, так что в субботу в 18.30 вся тропера и балета. Ждём. Можно прийти, билеты ещё есть, мы вот знаем, что есть ещё в продаже билеты, можно с удовольствием приобрести и насладиться. Чем ещё, вот да, сейчас, прежде чем перейдём, если позволите, к следующему нашему спектаклю, которым мы будем завершать нашу гастроль, чем вот ещё, вот лично мне, нам нравятся гастрольные спектакли, потому что это уникальная возможность. Это же мы не можем прийти, сегодня не посмотрели, но можно прийти в следующую неделю, в следующий месяц. Такого не получится с гастрольными спектаклями. Это вот здесь и сейчас. И ты идёшь, смотришь балет «12 стульев», или ты не идёшь и не смотришь там что-то, и уже ты этого никогда не увидишь. Поэтому... Вживую. Вживую, совершенно верно, да. И ещё, что в плюс, всё равно, все артисты, будь то драматические, будь то артисты балета, на выезде, на гастролях, перед другим зрителем, играют чуть по-другому, более ответственно. Ну, конечно. Да, потому что незнакомый зритель... Потому что ты не дома. Да, ты не дома. Незнакомый зрительный зал. Надо его завоевать. Совершенно верно, да. А как услышат, а как поймут. И это тоже настраивает на такой очень, ну, что ли, строгий, очень отработанный, чёткий, рабочий шаг. И это придаёт, как бы, другие, в лучшую сторону, ещё в лучшую сторону качество спектакля. Ну, я хочу сказать, что наш якутский зритель, он тоже, он очень такой доброжелательный. У нас тут Саха-театр, да, известный во всём мире. Да. Режиссёр Борисов, Андрей Савич. И поэтому у нас зритель, он подготовленный. Да, но вообще, вообще нужно что сказать в, ну, даже не то, что в хвальбу, а у меня лично это вызывает восхищение и восторг, потому что в небольшом городе Якутске, да, есть столько театров, есть театр оперы и балета, есть драматические имени Пушкина, есть национальный театр, есть театр кукол, верно, да, я говорю? Театр Лонхо. Театр Лонхо. Театр кукол в Неринге. Ага. Театр юного зрителя. Театр юного зрителя, театр национального танца у нас есть. Вот. И мы делаем какой вывод, да, все эти театры существуют и у них есть спектакли, значит, они востребованы. Туда ходят зрители, значит, есть запрос, значит, однозначно, город Якутск это театральный город. Да, театральный город. Вот, потому что и это очень приятно. Вот весной к нам приезжал Волковский театр и они тоже очень остались довольны нашим зрителям. Вот так вот. Очень хорошо. Ярославский, да? Да, да, имени Федора Волкова из Ярославля, да, это один из старейших театров, вот, кстати говоря, тоже, так скажем, в копилку гордости за наш театр и в такой, ну, что ли, на определенную вершину Ульяновский драмтеатр имени Гончарова входит в пятерку старейших театров по России. Вот в этом году, 3 сентября, мы у себя в Ульяновске открыли 236-й театральный сезон. То есть вот мы в пятерке старейших театров России, то есть это театр Федора Волкова, театр Калужский театр, Малый театр в Москве, наш театр и театр из Нижнего Новгорода. В Нижнем Новгороде тоже, я не помню, сколько лет театр, но тоже достаточно. Ну вот, поэтому я думаю, что, как говоря современным словом, да, якутскому зрителю наши спектакли зайдут, зайдут, будет отлично, потому что они разные. Так вот, с вашего позволения, переходя вот про разные спектакли, переходя к нашему... Две минуты до рекламы. Две минуты до рекламы, тогда я думаю, что про наш спектакль, который мы будем завершать, нашу гастроль, это будет в воскресенье, спектакль по пьесе Крыма, завещание, что это за спектакль, мы расскажем после рекламы, потому что в нем тоже есть свои особенности, своя изюминка, и есть о чем поговорить. Ну, а тогда расскажите о театре, о трупе театра. Как я уже сказал, театру более 230 лет, трупа... Вот вы знаете, без зазрения совести, вот мы на прошлой неделе, буквально перед тем, как к вам приехать, мы были на фестивале старейшие театры России в Калуге со спектаклем обломов по Гончарову. Да, недаром мы называемся и имеем имя... Носите имя это описание. Носим имя Гончарова, потому что за время существования нашего театра у нас были практически все спектакли по всем пьесам знаковым Гончарова. Это обрыв, обыкновенная история, обломов, и даже был спектакль, который назывался «Фрегат Паллада». То есть и с этими спектаклями мы проехали очень много городов России, много фестивалей, и было достаточное количество наград на этих фестивалях. Так что театр с большой историей, с хорошей, крепкой труппой. В нашей труппе 38 артистов. Артисты разновозрастные, разноплановые, и нам есть о чем про них рассказать. Очень много про каждого из них. Дорогие друзья, мы сейчас прервемся на рекламу, и через несколько минут вернемся в студию и продолжим разговор с гостями нашей студии. Не переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем наш прямой эфир в программе «Якутск. Сегодня». В студии режиссер Мария Новгородова и Николай Слепцов Айды, у микрофона Любовь Петрова. Как я уже говорила, с 23 по 26 сентября в Якутске в Государственном театре оперы и балета имени Сору Номаллона пройдут гастроли Ульяновского драматического театра имени Ивана Гончарова. И у нас сегодня в гостях заместитель директора театра Ярослав Андронов и артистка театра Дарья Долматова. Дорогие друзья, мы в прямом эфире. Наши телефоны 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте интересующие вас вопросы гостям студии. Ну вот, Ярослав Владимирович, вот вы о последнем спектакле еще не сказали. Да, последний спектакль, который мы будем представлять зрителю на суд, да, на суд якутскому зрителю, он называется, то есть последний спектакль финал гастролей называется «Завещание». Называется «Завещание, но». Но жанр этого спектакля заявлен как спектакль «Завещание», а жанр это «Исповедь целомудренного бабника». То есть это, да, но несмотря на такое вот противоречивое название и жанр, это совершенно замечательная пьеса Крыма и спектаклем мы этим очень гордимся. Почему? Потому что, к сожалению, этого человека уже нету очень давно. Крым – это автор. Крым – это автор этого произведения и поставил этот спектакль наш художественный руководитель, который был худруком нашего театра более 25 лет, Юрий Семенович Копылов, заслуженный, прошу прощения, народный артист России, лауреат Госпремии России, лауреат Премии Станиславского, очень много регалий у этого человека и этот спектакль поставлен очень высоко, иронично, тонко, да, и рассказывает он этот спектакль и история происходит, знаете, так, о последних днях Дон Жуана. И Дон Жуан делится со своим слугой, с молодым священнослужителем, который приходит, чтобы уже его дон-жуановское последнее слово, услышать, что же он скажет. Его исповедь. И его исповедь, совершенно верно. И вот на этой исповеди становится понятно такая вещь про Дон Жуана, что ну, это совершенно другой человек с совершенно определенным, богатым, глубоким внутренним миром, нежели что про него все знают. Не так-то он просто. Дон Жуан, как мы про него все думаем. Не так-то он прост. А то, что происходит в самом конце этого замечательного спектакля, этой истории, вообще переворачивает сознание зрителя и переворачивает всю эту историю с ног на голову. И зрители остаются в таком приятном впечатлении от этого спектакля. И мы думаем, что якутскому зрителю тоже будет это очень интересно. Давайте тогда сохраним интригу, да? Да, абсолютно верно. мы все рассказывать не будем, да. Но то, что однозначно здесь сможет зритель увидеть, это прекрасные костюмы исторические того времени. Это достаточно интересные... Они, так знаете, это уже немножко технически сделаны из железа, но очень... В общем, это кружево из железа. Некий... На сцене есть задник, который очень выглядит кружевно, но он сварен из железа. такой замок Дон Жуана с большим диваном, с картинной определенной галереей. Но что это за история и что это за исповедь? Лучше воочию прийти и посмотреть 26 сентября в Театр оперы и балета в 18.30. Это, да, это очень интересно. Вот это вот четыре спектакля, которые мы привезли, которые... Они очень все разные, они очень все интересные. Где-то есть сентиментальность, где-то есть грусть, да, где-то есть вот два спектакля, да, два, Кадриль и Бедная Лиза. Это по праву музыкальные спектакли, где есть и живая музыка. В спектакле Бедная Лиза артист Александр Курзин играет живьем на балалайке на русской народной и поют под эту балалайку песни и танцуются танцы. В общем, все эти четыре спектакля от одного из старейших театров России из города Ульяновска от Ульянского драмтеатра имени Гончарова будет интересно посмотреть каждый с 23 по 26 сентября. А вот как вот вы приехали, у вас приехала вся труппа, да, или приехали и вот нас приехала вообще вся наша группа это 28 человек. 28 человек, 28 человек, причем, как это всегда получается, большая часть это, кстати сказать, не артисты, да, а большая часть это технические специалисты, это монтировщики, звуковики, осветители, гримеры, постежеры, костюмеры, потому что в каждом спектакле, к примеру, в спектакле «Бедная Лиза» каждый артист за время спектакля несколько раз, три или четыре раза меняет костюмы. переодеваются, и это достаточно сложно и нужно, чтобы с каждым артистом был, практически с каждым был свой костюмер. И, естественно, и осветители, и постежеры, постежеры, это те люди, которые делают грим и прически артистам. В общем, у нас приехало в общей сложности 28 человек, да, и мы, артисты будут играть, да, а техники будут оснащать эти спектакли, будут делать эти спектакли, потому что достаточно есть определенные сложности, и понятно, что, да, между нами, с вами, между Якутском и Ульяновском более 8 тысяч километров. И вот чтобы 23 сентября состоялся первый спектакль, фуру с декорациями мы загрузили 13 сентября, и с 13 сентября фура с декорациями едет в Якутск. Вот я как раз о декорациях и хотела спросить. Да, мы везем сюда, вот я еще, к сожалению, со своими декорациями, со своими, совершенно верно, да, и я еще вот не успел узнать, не успел созвониться с водителем нашей фуры, вообще, жив-здоров ли он, как у него дела, и мы еще не созванивались и еще не очень, да, приехала ли фура, но я думаю, что все в порядке, потому что на завтра намечена уже разгрузка и технические работы по нашим спектаклям, и мы будем монтировать завтра первый наш спектакль, это кадриль, вот, ну, в общем, фура, если говорить техническим языком, это 13-метровая фура, 83-кубовая, с декорациями, с костюмами, с реквизитом, которая вот преодолела более 8 тысяч километров, и это все можно будет увидеть. Да, великолепно. Дарья, вот с вами хочется поговорить, чтобы вот вы, как наша землячка, да, тут 14 лет прожили, вот как вам Якутск? Какие воспоминания у вас появились при встрече с Якутском? Вы знаете, я на самом деле, вот, я не знаю, как выглядят люди в состоянии абсолютного счастья, но вот глядя в зеркало, я почему-то не вижу, что я в абсолютном счастье, но на самом деле это так. Но дело в том, что вот эта вот моя мечта, да, посетить город, в котором я провела свое, ну, сознательное детство, да, то есть практически, ну, для меня такой очень важный период, да, был, ну, как для каждого, наверное, человека, для каждого ребенка, все равно мы стремимся туда, где мы росли. Все мы из детства. Конечно, все мы из детства. И это моя настолько, скажем так, была заветная и несбыточная мечта, что я до сих пор, я не могу это уложить в своей голове. Я вот выхожу из гостиницы, да, и прямо вот буквально нужно за угол завернуть, просто еще не успели, вот приехали с дороги, покушали, поспали, сейчас обязательно я это осуществлю, осуществлю, вот этот свой бесконечный сон, который мне снился, вот 27 лет, ну, я не говорю, что там каждый день мне снился, якутск, нет, но периодически... То есть сколько тебя здесь не было? 27 лет меня здесь не было. 27 лет. И периодически меня все равно это вот в голове, меня он не отпускает, этот город, да, и я выхожу, я не верю себе, что вот я сейчас заверну, и там будет моя 26-я школа, два шага, и там будет сейчас мой дом, то есть я вот сейчас обязательно это все сделаю. У меня это не укладывается в голове, я не могу это принять вот до конца, вот, что я здесь, и это на самом деле реальность, потому что мне это снилось, и всякий раз, когда мне это снилось, я уже думаю, ну, вот, наконец-то это реальность, вот, наконец-то я приехала, а потом раз, щелчок, и ты открываешь глаза и понимаешь, что опять приснилось. А город сильно изменился? Вы знаете, конечно, изменился, конечно, изменился, ну, почти 30 лет прошло, но сегодня с утра вот мы ехали из аэропорта, и я узнаю все эти улицы, я узнаю там эту школу, гимназию, вот только, я не помню, то ли номер 9, то ли номер 3, но неважно, я узнаю бывший 18-й магазин, там, да, ну, серьезно, я это помню, я узнаю, значит, этот дом культуры Кулаковского, напротив вход вот уже туда, вот у меня наша, одна из наших квартир, где мы жили, да, площадь, то есть, я прям вот буквально выложила на днях пост в инстаграме, я на горке, а за спиной у меня, я на площади Дзержинского, правильно я тебе говорю, да, а за спиной у меня вот этот магазин, на котором еще было написано Якутск, площадь Рженикидзе, площадь Рженикидзе, улица Дзержинского, все, вот так вот я и запомнила, и я сегодня ехала, с утра смотрю, есть там эта надпись, нету, но площадь есть, преображенная, театр, колоссальное какое-то здание стоит, конечно, нет, дело в том, что вот все эти годы, у меня, говорю, еще родители же тоже, как говорится, здесь частицу сердца своего оставили, и папа мне регулярно шлет какие-нибудь видео с каких-то там вот якутских пабликов, там, или еще откуда-то, так или иначе, значит, мы как-то следим за изменениями города, но тем не менее, все равно, и меня даже кто-то пугал, говорит, Даша, сейчас ты приедешь, там все будет по-другому, я говорю, ну, если там все будет по-другому, это не исключает того, что я найду там все равно какую-то частичку, какого-то своего детского, да, мира, все равно, мне кажется, ну, не может так быть, в конце концов, город стоит, да, он развивается, но тем не менее, так что это любовь, да, это любовь, север не отпускает, ну, вот, у нас одна минута осталась до конца, приглашайте наших зрителей на ваши спектакли, приглашайте, да, мы с большим удовольствием приглашаем всех зрителей, и думаем, что сегодняшний разговор будет толчком и волшебным таким поводом пойти в кассу, театра оперы и балета, или заглянуть в интернет, через интернет тоже можно приобрести билеты, сейчас это возможно, и с 23 по 26 сентября прийти на спектакли Ульяновского драмтеатра имени Гончарова, в театр имени оперы и балета, четыре разных спектакля, «Кадриль», «Бедная Лиза», «Любовные квадраты», «Завещание», если хотя бы какой-то один посмотреть, или же посмотреть все, вы останетесь в безумно радостном и положительном впечатлении, и настроение будет очень хорошим. Я благодарю вас за участие в нашем эфире, желаю вам успехов, успешной гастроли в городе Якутске и любви зрителя. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Спасибо.